Господа, здравствуйте! В данном обзоре посмотрим урон Джуна. 468 урона цели. Цель получает ослепление. Атака броня. Весь он у меня прокачан в атаку в броню. Здоровья даже не брал. Брони очень мало у него. Прям ватный. Беру его с пятым отрядом. Так, чтобы понимать. Так, пробуем в Джуна попасть. В Ригарда. 726. Так, бьём в Теллурию. У неё брони больше. 1111. 670 всего. Так, со срезом брони поджёлтых. Сколько Джун сможет ударить? 1173. Вот Теллурия щит как раз активировала. И срезка брони поджёлтых. Что у нас чаще бывает? Смотрим, сколько Джун сможет. 899 только. Так, срезка брони сейчас будет поджёлтых. И поднятая атака. Кстати, щит не активировала. 1059. Маловато. Так, теперь у Теллурии 2 срезки брони. Но атака не поднята. Смотрим, сколько здесь получится. Примерно то же самое должно быть, что и с атакой поднятой. 1113. Но единственный вариант, когда сможет Джун сделать шот, это вот 2 срезки брони. Поднятая атака. Джун у нас активировался, так скажем. И здесь смотрим, сколько получится у него. 1300. И то он не добил её. Вот такой Джун. Вот почему я его и не уважаю, ребят. Вот и резюмируем. Регулярный герой. Без костюма, опять же, он не играет. Он не добивает всё время. Чуть-чуть. Конечно, если камни в центр кидал, там чуть меньше будет. И, как правило, убил. Но если ты вот где-то тылы пытаешься пробить, он не пробивает. Ну, М-ки, вот если отряд ему 24-й дать, так я средним отдаю. В общем, костюм надо. Тогда он начнёт бить интереснее. Атаку чисто в оборону ставить. Атаку не очень мне нравится. Как есть моё мнение. Просто в «Алиянце» спрашивали. Примерно так. Прокачки-то, конечно, рекомендуется. Быстрый шотер, чем массовик, например, медленный. Атаку вот такие у меня сомнительные к нему чувства. Потому что слепота – это не стопроцентная. Если срезал атаку, то стопроцентная. А слепота нет. Поэтому на второй план такие герои уходят. Всё. Всем спасибо. Всем до новых встреч. Пока-пока.